Докажите, что в подобных треугольниках бисектрисы, проведенные из вершины соответственных углов, относятся к их соответственной стороны. Для начала сделаем рисунок. Запишем данную. Треугольник АВС подобен треугольнику А1, В1, С1. БК – бисектриса. В1К1 – тоже бисектриса. Доказать, что сторона А1, В1 так относится к стороне АВ, как сторона В1, С1 относится к стороне ВС. Все это равняется А1, С1 относится к АС, как бисектриса В1К1 к бисектрисе ВК. Воспортим силу условия, что треугольник АВС подобен треугольнику А1, В1, С1. Из подобия треугольников мы можем сделать следующий вывод, что угол А равен углу А1, угол В равен углу В1. Так как соответствующие углы в подобных треугольниках равны. Также мы можем воспользоваться соотношением соответствующих сторон. То есть А1, В1 на АВ будут равняться А1, С1 на АС и В1, С1 на ВС будут равны. Позднее это нам пригодится. Угол АВК будет равняться 1, 2 угла В, так как ВК – бисектриса. Угол А1, В1, К1 будет равняться 1, 2 угла В1, так как В1, К1 – бисектриса. Также ранее мы доказали, что угол В равен углу В1. Тогда из этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод, что угол АВК равен углу А1, В1, К1. Угол А равен углу А1, пока не доказан. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник АВК подобен треугольнику А1, В1, К1. По первому признаку подобия треугольников. Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда А1, В1 так относится к АВ, как В1, К1 относится к ВК. Тогда, используя полученные соотношения и ранее написанные соотношения, мы можем записать следующее. Что А1, В1 так относится к АВ, как В1, С1 относится к ВС, как А1, С1 относится к АС, и как В1, К1 относится к ВК, что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.